Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в студии председатель регионального отделения российского движения «Детей и молодежи» Движения первых в Рязанской области Татьяна Михайловна Косачева. Здравствуйте! Здравствуйте! Что вообще за движение такое, движение первых и вообще насколько оно нам нужно? Ну, это движение изначально придумали сами дети, когда в апреле одна из участниц конкурса «Большая перемена» предложила нашему президенту на встрече, что нужно вот нас всех объединить. У нас есть, да, большая организация российское движение школьников, есть юная армия, сообщество «Большая перемена», много региональных организаций, которые еще сохранились. Но хочется вот что-то одно, единое, чтобы, наконец, мы почувствовали вот такое плечо друг к другу, чтобы ребята не соревновались, а дружили вместе. Было поддержано, что такое движение действительно должно объединить всех детей страны, всех педагогов и всех родителей, как наставников этих детей. И вот 14 июля был принят федеральный закон о российском движении детей и молодежи. Это вот впервые, когда у движения свой собственный закон, который определяет статус общественно-государственное движение. Затем прошло учредительное собрание, и вот совсем недавно мы с делегацией Рязанской области вернулись со съезда, с первого съезда РДДМ. Он был 18 по 20 декабря, на котором как раз дети сами приняли название, что теперь это движение первых. А что будет с остальными организациями, с той же юной армией, с той же РДШ, они пропадут навсегда, или как работает это объединение? У движения первых 26 учредителей, это федеральные учредители и некоторые региональные организации, в том числе те организации, которые вы назвали. Единственное, российское движение школьников тоже на своем съезде 18 декабря приняло решение о реорганизации путем присоединения к РДДМ. Потому что это такая массовая организация, чтобы не было никакого дублирования. Они действительно приняли мудрое решение, что они становятся основой российского движения детей и молодежи. И очень многие проекты, которые есть и были в РДШ, они становятся проектами, конкурсной основой для нового движения, для российского движения детей и молодежи. Соответственно, члены РДШ, они могут стать участниками российского движения детей и молодежи. А в чем принципиальное отличие движения первых от остальных организаций? Ну, во-первых, это движение, а не организация. У нас не членство, а участие. Во-вторых, это самая массовая уж точно теперь организация, мы объединяем всех. И у нее есть очень много уникальных свойств, которых не было ни у одной организации в современной истории. Ну, например, наблюдательный совет движения возглавляет сам президент Владимир Путин. Координационный совет возглавляет Сергея Кириенко на федеральном уровне, а на региональном уровне возглавляют главы регионов. У нас тоже Павел Викторович Малков возглавляет наш координационный совет. Первый КС прошел 21 ноября, также с участием детей. И потом он еще раз встречался с детьми из делегации. Это федеральный закон, о котором я говорила. Это статус движения, которого тоже не было ни у одной организации до этого. Только в нашем движении сейчас, и в законе это указано, есть два ведомства, которые ответственны за формирование РДДМ. Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи. То есть мы видим, что действительно очень большое внимание со стороны государства уделяется молодежной политике, образованию, детскому движению в целом. Поэтому можем сказать, что действительно это будет такой главной организацией, которая действительно должна достучаться до каждого ребенка. Как говорят, движение там, где дети. Если есть ребенок, то там точно должно быть движение. И каждый в этом движении должен быть первым. Движение первых. Название интересное, но приняли его только с третьего раза. А почему? Ну это как раз к вопросу о том, что все создают дети. Как было предложено детьми создать какую-то организацию, и вот она создалась как российское движение детей и молодежи. Также детям на съезде предложили выбирать название. И дети выбирали. Они причем выбрали название трижды одно и то же. Но сама система получилась такой, что дети не с первого раза приняли те голоса, которые были приняты в пользу этого движения, так скажем. И взрослые, как мне кажется, а именно председатель нашей организации на федеральном уровне Григорий Гуров принял очень мудрое решение. Он предложил детям не спешить. И третье голосование у нас прошло на второй день пленарного заседания съезда, когда ребята смогли после первого дня пленарного заседания переговорить друг с другом, обсудить, взвесить все за и против, понять, что, может быть, они не поняли с первого раза, что до них пытались донести взрослые, пообщаться со взрослыми. И затем они уже во второй день приняли взвешенное решение. И это действительно было таким историческим и очень ярким событием. Потому что это еще раз доказало, что это движение создано самими детьми и будет дальше создаваться самими детьми. И мы лишь, педагоги и родители, будем их наставниками, будем им помогать во всем. Как ребенку попасть в движение? И всех ли детей принимают или нет? Абсолютно всех. Как и сказала, это движение там, где дети. А именно это дети с первого класса школы и студенты колледжей до 18 лет. С 18 лет в движение может вступить также каждый, либо как педагог-наставник, либо как родитель-наставник. И мы, безусловно, ждем всех в этом движении, потому что очень важно, чтобы семья, школа, учреждения, доп. образование, чтобы мы в процессе воспитания участвовали все совместно. И тогда у нас будет отличный результат. Вступить можно на сайте. Есть сайт будьвдвижений.рф, где ребенок до 14 лет регистрируется при помощи родителя через его страницу госуслуги. Заявление подписывается через приложение Госключ. С 14 лет ребенок, ну и, соответственно, взрослый, он уже регистрируется сам. Регистрируется один раз, процедура занимает где-то минут 20. Я сама зарегистрировалась в движении, когда ездила, как делегат. И вот буквально три дня назад зарегистрировала своего ребенка-первоклассника тоже в это движение, предварительно ему все рассказав, что это такое. Это достаточно просто сделать. Нужно потратить совсем немного времени, но затем уже все данные как раз с Кабинета госуслуг, они, будь то согласие или какие-то еще документы, они, соответственно, переносятся. И уже в дальнейшем, когда ребенок будет участвовать в каких-то конкурсах на платформе, уже не нужно будет дополнительно вводить какие-то еще данные. В этом, безусловно, есть удобство. Ну, а первичное отделение может также создать любая школа, любое учреждение до образования, любое учреждение спортивное. Где угодно можно создать первичку, если есть три инициативных человека, которые захотели эту первичку создать и сделать так, чтобы в том месте, где они существуют, было движение. По каким направлениям будет функционировать движение первых? Направление 12 – это все направления, которые, в принципе, в нашей жизни деятельности существуют. Это и здоровый образ жизни, и спорт, и международная деятельность, дипломатия, и добровольчество, и наука, образование, в общем, и культура. Их всего 12. Их также можно с ними ознакомиться на сайте, можно ознакомиться с миссией движения. Их тоже выбирали дети и принимали на съезде тоже дети. А какая миссия? Миссия, в первую очередь, это быть со страной, быть человеком, дружить. Дети приняли несколько ценностей, которые тоже их прорабатывали, выбирали, к каждому слову относились очень внимательно. Это и семья, это дружба. Это такие главные фундаментальные ценности, на которых строятся в том числе и движения. И если смотреть на цель движения, как я всегда говорю, если вы делаете какое-то мероприятие, смотрите на цель нашей организации, чтобы она обязательно с ней сопоставилась. И вот цель нашего движения, как раз когда новые организации, все, которые существуют в организации, они объединяются. Объединяются ради того, чтобы создать сообщество равных возможностей, ради того, чтобы создавать коллективный, созидательный труд на благо своей страны. Если мы раньше говорили о том, что, ну, мне так кажется, что раньше дети любили соревноваться, кто лучше, кто самый главный лидер из всех лидеров, то сейчас мы говорим, что мы хотим охватить всех детей. Мы хотим, чтобы дети коллективно, вместе создавали какое-то доброе дело и создавали это все на благо своей Родины, чтобы потом в этой же стране, в этом государстве жить и вокруг иметь достойные, хорошие продукты своей жизнедеятельности. Создавали какое-то доброе дело. Какие-то вот уже добрые дела были созданы или наметились первые шаги движения? Ну, начнем с того, что движения созданы как раз из многих организаций. Понятно, что эти организации существуют и действуют, и каждую секунду что-то происходит у ребят. Что касается РДДМ, то понятно, что у нас больше такие организационные моменты. Мы уже успели провести форум РДДМ, мы успели провести слет РДДМ. Сегодня только у нас был семинар российского движения детей и молодежи, где мы наградили ребят с разных организаций, где у нас была принята первая сотня участников, не считая наших делегатов, которые съездили на съезд. Сегодня мы еще 100 человек приняли в наше движение. И сегодня мы запустили две акции. Первая акция – это всероссийская акция, тоже с сегодняшнего дня она стартует по всей России. До 8 января российский Дед Мороз. Это когда не взрослые дарят подарки детям, а когда дети дарят подарки взрослым, а именно тем людям, которые не могут со своей семьей быть в Новый год. Это врачи, кассиры магазинов. Это различные профессии, которые отдалены от семи с 31 на 1. И как раз в период новогодних праздников ребята будут приходить к таким людям и дарить подарки. Подарки, которые они сделали своими руками. Это подделки, это рисунки. И сегодня как раз на форуме мы с ребятами делали елочные игрушки, раскрашивали и договорились с ними, что как раз эти елочные игрушки, которые они сделали своими руками, и они подарят этим людям. А вторая акция, она не связана с Новым годом, она больше связана как раз с той деятельностью, которую мы начали. 8 декабря у нас была страцессия, на которой ребята предлагали по направлениям движения, деятельности Российского движения детей и молодежи, они предлагали разные идеи и проекты. Затем эти идеи они также представили нашему губернатору перед съездом. Он многие поддержал. И вот одну из них мы уже запустили сегодня, а именно акцию экологическую. Делегат наш Василиса Васильевна из организации «Лист» предложила, чтобы в школах перестали использовать пластиковые стаканчики в таком неограниченном количестве. Мы запустили акцию «Мой стаканчик», когда ребенок ходит со своим стаканчиком или бутылочкой в школу и пьет воду из своего стаканчика и не портит окружающую среду. Такая акция для экологического воспитания. Сегодня же все участники, уже новые участники движения получили свой собственный стаканчик с нашим логотипом, даже не логотипом, а лозунгом. У нас появился лозунг в Рязанской области, стоит об этом, я думаю, сказать. В Москве все запомнили этот лозунг. У нас в Рязани грибы с глазами и дети с великими мечтами. Мы чуть-чуть переделали. И вот с таким лозунгом каждый ребенок сегодня получил стаканчик и пообещал, что в школу он будет ходить с ним и водичку пить только из этого стаканчика. А как сами дети отнеслись к созданию такой организации? То есть действительно, было много, сейчас это все объединяется под одним движением. Как сами дети к этому отнеслись? Дети отнеслись позитивно. Ну, во-первых, потому что они действительно хотят дружить. И если что-то интересное, интересная деятельность, ребенок всегда пойдет за этой деятельностью. Взрослые могут отнестись негативно любым каким-либо изменением. А ребенку главное объяснить. И если это действительно хорошее дело, то ребенок это всегда воспримет максимально позитивно. Я в этом убедилась. И когда создавалось российское движение школьников, семь лет назад стояло у истоков, я видела, как реагировали взрослые и как позитивно реагировали дети. Сейчас мы видим то же самое, что дети, они готовы к новому, они готовы развиваться и развивать мир вокруг. А что это движение дает самим школьникам? Что они вынесут из него? Я думаю, что это не только, это вот о том, о чем сегодня говорили, это не только развитие себя. Это, наверное, ощущение вот этого плеча рядом с собой, плеча друга. Это ощущение того, что ты делаешь мир вокруг лучше. Это ощущение сопричастности к чему-то великому. Ты будешь чувствовать себя частью огромной великой страны. И я очень надеюсь, что российское движение детей и молодежи станет как второй семьей для школьника. Кому-то оно, кто и так лидер, который готов пробиться всегда в любой ситуации, в любом конкурсе, он видит свои возможности в этом движении, которые действительно откроют ему новые границы. Тот, кто всегда, я знаете, как говорю всегда, из-за того, что у нас первички не только в школах будут, а в различных учреждениях до образования, то какой-нибудь, не знаю, там, Иван Иванов в школе, допустим, не очень активный, но он ходит на секцию футбола. И если там будет первичка РДДМ, то, возможно, там он будет, проявит активность, и это как-то изменит его жизнь к лучшему. Вот в этом я убеждена. Татьяна Михайловна, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующий у нас вопрос. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова